Космос. Астронавты, погруженные в долгий сон, вороздят его просторы и летят далеко-далеко на другую планету, чтобы колонизировать ее, спасти человечество, сделать эту планету своим новым домом. Стоп! Не напоминает вам любой сюжет о межзвездных путешествиях? Вы все их прекрасно знаете, нет смысла лишний раз напоминать. Главные герои, астронавты пробуждаются в специальных камерах гибернации, очухиваются ото сна, так сказать, во спасение человечества. Я задумался, а возможно ли такое в реальной жизни? Существуют ли сегодня такие технологии, которые помогут погрузиться в очень долгий сон, при этом дрейфуя в космосе? Ответ неоднозначный, если честно. В одном из выпусков мы затрагивали парадокс в ферме. И мы точно не знаем, есть ли кто-то еще во вселенной или нет. Но если мы начнем путешествовать, то разумеется шансы найти увеличатся. И они о полете на Луну или Марс. Это понятно все, лететь не так далеко. И о промежзвездных путешествиях на корабле поколений. Это когда на корабль селятся люди, потом они размножаются, умирают, их заменяют потомки, потомков заменяют потомки. А в конце всех убивает неведомая херня из космоса, которая проникла на борт, потому что кто-то не смыл за собой. Или я вообще не знаю, как это все происходит, но что-то точно будет. Но это очень плохой вариант. Колоссальное количество ресурсов нужно. Очень много места для тренировок и развлечений. Еда, вода, лекарства в безумных количествах. А вот если мы научимся замораживать людей, то это другое дело. Заморозил себя, как в фильмах, проснулся, опа, новая планета, давайте воевать. Но на деле все равно один исход. Ты просыпаешься на пустом темном корабле, а рядом бродит какая-то лютая тварь-мразь из космоса. Классика. Изначально идея гибернации в космосе была предложена писателями-фантастами. Искусственное замедление метаболизма с возможностью в нужный момент вернуться в нормальное состояние. Это, собственно, одна из главных фишек сай-фай-фильмов про космос сейчас. Для начала нужно выяснить, что же такое искусственная гибернация и как она работает. Гибернация с английского означает зимняя спячка. А зимняя спячка помогает побеждать холода и голода. Но вы должны понимать, что это не сон. Это нечто иное совершенно. Это не полная заморозка организма. Возьмем в пример медведя. У него достаточно высокая температура тела во время спячки. Он даже может проснуться, если будет опасность и дать дёру. Таких ребят, кстати, называют шатунами. И встретиться с ними очень опасно. Ещё бы, вы тоже злые, когда открываете холодильник, а есть нечего и магазины уже все тоже закрыты. Но человек не умеет входить в спячку. Это вам точно известно. Что же делать, как же быть, как же нам путешествовать десятилетиями и тысячелетиями? Сегодня мы рассмотрим два способа. Искусственная гибернация и креоника. Начнём с первого. Будет очень прохладная история. Самое то в летний день, я считаю. Всё это началось ещё очень давно, когда Гиппократ упоминал про использование льда и снега, чтобы уменьшить кровотечение. А потом говорили, что во времена Наполеона раненые пехотинцы, которые остались на морозе, выживали чаще, чем офицеры, которые были ранены и их пытались спасти в тепле у камина. Как это проверить, не имею ни малейшего понятия. У них могли быть совершенно разные травмы, но слух такой точно есть. Раньше я мог предположить, что это, возможно, такая байка и вообще народное средство лечения. Мол, поранился, иди на морозе, постой, вдруг поможет. Но после следующих историй так уже не кажется. 14-летний мальчик Джон Смит провалился под лёд и провёл под водой 15 минут, прежде чем спасатели извлекли его из воды. Разумеется, он должен был погибнуть, но произошёл обратный эффект. Метаболизм настолько замедлился, что не позволил мозгу умереть. Мальчика, к счастью, спасли. Проблема в том, что родители мальчика думают, что их сына спасла молитва. В 1999 году Анна Багенхольм провалилась под лёд во время катания на лыжах. К моменту спасения она была подо льдом более 80 минут. По общему мнению, она была мертва, ни дыхания, ни пульса. Температура её тела упала до 13,7 градусов по Цельсию. Однако, когда врачи постепенно проводили нужные действия, она ожила. В конечном итоге, кстати, почти полностью восстановилась. Врачи говорили, что её мозг не умер и не оказался повреждён, потому что успел очень сильно заморозиться перед тем, как сердце полностью остановилось. Вот так случай. А в 2000 году маленький ребёнок вышел из дома в минус 24 и просто-напросто замёрз в сугробе. Её зовут Эрика Нортби и сейчас её называют чудо-ребёнок. Ведь спустя 2 часа после так называемой смерти её удалось спасти. Но совершенно сумасшедший случай произошёл с человеком по имени Митсутака Учикоши, который замёрз в горах и был разморожен только спустя 24 дня. Мозг также оказался неповреждён. Понимаете, если это всё-таки правда, а не преувеличение, то это абсолютнейший рекорд. Такого больше никогда не случалось. Я про время, проведённое в заморозке без вреда для мозга. То есть холод в этих случаях не убивал, а помогал сохранению. Вообще логично, вы же перед тем, как приготовить мясо, размораживаете его? Ведь если его не заморозить, оно очень быстро пропадёт и начнёт вонять. Да и к ушибу вы прикладываете холодное не просто так. Как вы должны понимать, все эти случаи – исключение на данный момент. Ведь намного чаще после гипотермии люди, к сожалению, погибают. Но то, что такие исключения бывают – это факт. А если подобные манипуляции будет делать не природа, а человек? В 2005 году вышла интересная статья, которая называется «Собаки-зомби». Звучит довольно крипово. Но на деле так и есть. Учёные взяли собак, выкачали из них кровь, заменили специальным раствором, чтобы удерживать тело в охлаждённом состоянии и, понятное дело, собаки сразу же скончались. Но через три часа им вернули кровь, электрическим разрядом запустили их организм и вуаля, собачки вернулись полностью невредимыми. Но, к сожалению, не все. В общем, странная штука. Вроде и можно, но сложно. Таким же образом были проведены тесты на свиньях и по заверениям этих учёных успех прям высокий. Но они это делают не для того, чтобы срочно отправить человека в космос, а в первую очередь для того, чтобы спасать людей. Если у человека серьёзное повреждение, ему нужно время, чтобы его спасли, и вот эти техники в этом могут помочь. Это называется терапевтическая гипотермия и широко используется уже сейчас. Если в прошлом остановка сердца – это всё, конец, то сейчас главное спасти мозг, а он ещё может совсем недолго протянуть после остановки сердца. Поэтому у собак и свиней после искусственной гибернации в первую очередь смотрят на их умения, воспоминания и дальнейшее обучение. Так, про историю терапевтической гипотермии и как это связано с нацистскими экспериментами мы когда-нибудь поговорим. Тема обширная. Может, свяжу это с какой-нибудь другой темой. Сегодня же нам интересна потенциальная возможность улететь к моим ребятам на другие планеты. В смысле, просто к ребятам. Да блин! Да какой смысл уже скрывать? Меня разоблачили уже. Вот просто взяли и показали всё как есть, а я их просил не показывать это хотя бы в кинотеатрах, но им было всё равно. Если вы хотите понимать, о чём речь, то сегодня началась премьера фильма «Люди в чёрном» Интернешнл. Если вы хотите знать правду обо мне, то вы его точно посмотрите. Вот уж на кого не подумаешь. Так о чём это я? НАСА бы очень хотели сократить расходы для дальнейшего путешествия к Марсу, например. Поэтому они давали деньги таким компаниям, как, например, Spaceworks. Что они предлагают? Допустим, вас подморозили и метаболизм замедлился. Вы находитесь в камере, в которых роботы будут вводить тебе инъекции, чтобы тромбы не образовывались и кормить тебя напрямую. Разумеется, в этом отсеке должна быть гравитация для поддержания тонуса. И этого всё равно мало. Чтобы не произошла мышечная атрофия, робот будет херачить тебя током слабеньким. Профит? Когда вы летаем? Не очень скоро. Представьте, что будет, если робот промажет иглой и начнётся кровотечение, а от продолжительного внутривенного питания откажет печень, а из-за гипотермии начнутся инфекционные заболевания. Я вообще боюсь представить, что будет в этой капсуле после такого. С пробуждением! Единственное, что может спасти ситуацию, иметь наблюдателя, который поможет, если что. И проводить в спячке не весь полёт, а определённые дни, чтобы проснуться, начать лечиться, а в это время твой наблюдатель сам станет заморожен. Такая вот убогенькая схема, но другой нет. И решения этих проблем тоже нет. А ведь это самое лучшее, что нам пока доступно. Отстой. Согласитесь, это вообще никак не похоже на сцены из фильмов. А остался второй вариант. Крионика. Заморозка организма до такого состояния, когда метаболизм просто останавливается. Что-то типа криокамеры в футураме. Что за черт? Крионика подразумевает под собой введение человека в состояние анабиоза. А анабиоз является самым сильным замедлением организма. Считай полная остановка. Такое могут, например, тихоходки. Но что будет с человеком, если его взять и сразу заморозить? Не ввести в спячку, а прям полностью заморозить, как кусок мяса. Вот тут уже интереснее. Так сделать нельзя. Ведь при полной заморозке в клетках начинают образовываться кристаллы льда, которые приведут к смерти. У человека, к сожалению, нет специального антифриза в организме, который мог бы это предотвратить. И что еще более удивительно, это есть, например, у некоторых амфибий, рыб и насекомых. То есть получается, они могут замерзнуть в льдине, а потом, когда она растает, просто восстановиться. Человеку бы такое точно не помешало. И даже не для того, чтобы упасть под лед и выжить, а для того, чтобы органы можно было хранить замороженными, что спасло бы очень много жизней. Пока хотя бы так. И есть подвижки в этом. Вот вода в тканях при нормальной температуре. А вот что происходит с этой водой в замороженном состоянии. Клетки повреждаются. Конец. Но вот что будет, если добавить в воду криопротекторы, тот самый антифриз. С водой такого не происходит даже при температуре минус 140 градусов. Это называется витрификация. Вот почка кролика, которая заморожена таким образом. Разницу вы видите. И успешно пересажена. Ну, кролик прожил 9 дней. Но все равно это считается успехом. Этот случай позволяет предположить, что такое реально сделать и с человеческими органами. Но сейчас не получается. Криопротекторы достаточно токсичны и другие факторы тоже есть. Но в будущем, кто знает. В исследовании пишут, что почка это очень сложный орган. И если его получится заморозить и разморозить без потерь, то другие органы, вероятнее всего, тоже сможем. Вот был заморожен мозг кролика. И сам мозг восстановлен без потерь. Круто же! Но заморозить это одно. Самое главное, разморозить нашу спящую красавицу. Я на одном сайте, посвященном крионике, вычитал, что это не воскрешение мертвых, как могло бы показаться. В идеале, это не дать человеку умереть. Я поясню. Остановка сердца, это еще не смерть. Самое главное, сохранить мозг невредимым. Поэтому на заморозку есть несколько минут. Но в случае исключения несколько часов. И если заморозка произошла успешно, то все молодцы. Но дальше-то что делать? Ничего! Оставить тело замороженным до тех пор, пока в будущем не научатся размораживать без повреждения и тут же спасать. Что если нет? Это как положить деньги в банк под процент, а потом банк просто закрывается и ты такой пойду утоплюсь в ледяном озере. Но не спеши, мой друг. Сейчас специальные организации занимаются тем, что замораживают или отдельно мозг, или тело. Разумеется, только после остановки сердца и разумеется, за огромные бабки. Сразу отвечу, нет, живьем заморозиться не получится. Это будет считаться за убийство или самоубийство. У богачей с вип-билетом все просто. Над тобой дежурят, останавливается сердце, в тебя закачивают эту хрень и у тебя теоретически есть шансы, если организация не обанкротится или просто не забьют на тебя. Но если ты купил себе возможность себя заморозить, но у тебя дешевый билет всего за пару миллионов рублей, то тут не все так просто. Я вообще, если честно, не вижу в этом никакого смысла. Ты лежал дома, тебе стало плохо, сердце остановилось и у тебя есть несколько минут. Спецы, конечно, уже выехали, но извини, ты живешь в мегаполисе. Да едь уже, мразь! Да какая уже разница? Да я знаю, я домой уже хочу. Одно радует, эти деньги вполне могут пойти на развитие технологий, но это на данный момент просто предположение. Мы понятия не имеем, сработает ли это, сможет ли хоть один человек восстановиться после разморозки в будущем. Да и не внушают доверие эти компании, если честно. Просят сначала связаться с ними, прежде чем звонить в скорую. Зачем? Также они готовы помогать вам, даже если прошел день с момента смерти. Хотя казалось бы, какой в этом нахрен смысл? Надеются на то, что мозг в будущем полностью восстановят? Было бы эпичнее украсть тело во время похорон и прям закинуть его в морозильник. Хорошо хоть оживление не гарантируют. Вот здесь нужно поставить подпись. Все, отлично, поздравляю. Будем ждать вас с нетерпением. О! В общем, я бы пока что не вписывался в это, даже если были бы деньги. Если вы это смотрите, не обижайтесь. Просто пока что, как я сказал, это выглядит, как просто инвестиция в разработку. Возьму слова обратно, если это работает, и первый же к вам прибегу. А пока что мнение ученых на эту ситуацию разделяются. Выходит, пока что это все спекуляции на теме бессмертия, продления жизни и так далее. А на деле не факт, что человека можно разморозить и можно ли будет это сделать в будущем. Вдруг тут и заканчиваются технологии. Вдруг вообще ничего не сможет вернуть человека к жизни. Как говорится, доживем, увидим. А путешествие к моим чувакам откладывается на неопределенный срок. Обидно. Как всегда, не верьте мне на слово, не ведитесь на громкие высказывания в интернете и все проверяйте сами. Об этой теме еще очень много не сказано. Так что прохладные истории и еще будут.